Есть такая поговорка Если ты не будешь заниматься политикой, политика займется тобой Как бы мы не хотели, чтобы наша хата была с краю, глобальный мир устроен именно так Со всех сторон мы окружены пропагандой И опять играет марш, опять вопит головарь И колонны дураков восходят на алтарь Инструментами воздействия на политические воззрения человека могут стать абсолютно любые объекты творчества Фильмы, песни, картины Теперь к ним присоединились еще и компьютерные игры Это не хорошо и не плохо, это вполне логичные последствия развития данной индустрии И ничего постыдного в пропаганде, в том числе через игры, нет Каждое государство рассказывает своим жителям о том, что конкретно мы, все такие умные, самобытные, великие Нет ни одной страны, где так не делают Именно потому и нет, потому что если так делать перестанут, страна быстро развалится Ведь конкуренция диктует свои условия, и помимо дружеской, если можно так выразиться, пропаганды Есть и вражеская, то бишь направленная против тебя и твоей страны Это тоже не хорошо и не плохо Поначалу Нет ничего удивительного в том, что все поголовно изготавливают агитки друг против друга Это нормальное явление Но всему должен быть предел Должен быть разумный барьер, за которому агитирующего уже теряется человеческое лицо И замечательная агитка под названием Call of Duty Modern Warfare 2019 года Этот барьер перескочила Так, давайте я на берегу вам скажу, что совсем уж объективно у меня не получится оценить игру Я застал выход Modern Warfare, то есть что первое, я играл в нее месяцами и кайфовал, как и весь мир в общем-то Я не меньше кайфовал от второй Modern Warfare, также играя в нее месяцами напролет Третье уже не зацепило Видна была деградация Не отсутствие развития, а именно спад качества World at War про добрых русских и злых фашистов сейчас вспоминается с усмешкой Позже поймете почему, если еще не поняли В целом игра была неплохая, но качеством до серии Modern Warfare не дотягивало Тогда это были еще разные разработчики Black Ops меня порадовал шикарным сюжетом про Виктора Резнова Который не был чем-то таким уж невообразимым Но поставлено все было так, что дух захватывало Второй Black Ops меня вообще не зацепил Глянув одним глазом на Ghosts и увидев, что теперь прогрессирует в серии только FIMOS На пару системными требованиями на пустом месте Я плюнул на Call of Duty Тем более, что тот же Battlefield уже на тот момент был совершенно ничем не хуже Время шло, а конвейер и не думал останавливаться Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinity Warfare, World War 2, Black Ops 4 И вот новоявленный Modern Warfare Отчего начали, тем на данный момент пока что закончили Сразу замечу, что в слове «конвейер» изначально нет вообще ничего плохого Если бы они делали шикарные качественные игры подряд, как смартфоны на конвейерной ленте То кто при этом возмущался? Однако на качество серии давно уже положили большой-пребольшой болт Modern Warfare 2019 года вышла спустя 12 лет после первой Modern Warfare И является, опять же, 12-й игрой в серии Modern Warfare Изменилось ли хоть что-то в игре за прошедшие 12 лет? Нет, совершенно ничего не изменилось Все осталось как прежде Каждая игра представляет из себя постановочный тир Шикарное развлечение Проблема в том, что если поначалу это ново, то потом приедается А без хоть какой-то прогрессии это уже начинает вызывать отторжение При анонсе каждой новой части разработчики уверяют нас о новом движке Да, вот так вот По их заверениям они каждой игре делали новый движок Разумеется, как вы понимаете, системные требования сильно возросли Ибо суперграфика требует мощного железа, что в принципе логично Ну и конечно же, новые геймплейные возможности и шикарный сюжет Это на картинке так На деле все оказывалось куда прозаичнее Графика в лучшем случае оставалась на месте В худшем и вовсе использовала текстуры и технологии Самой первой Modern Warfare, пытаясь прикрыть это дизайном К слову, очень даже неплохим поначалу Новый движок, да Ну вы знаете, ох уж мне эти новые движки Когда копируется все, начиная от корневой механики Заканчивая анимационными рельсами, протоколами взаимодействия И даже багами Ни о каком новом движке, разумеется, речи не шло Но зато системные требования честно росли, как на дрожжах В Ghosts, если мне память не изменяет, память как раз таки игрокам изменяла В том смысле, что из заявленного количества игра использовала максимум половину Но отказывалась запускаться, если того самого заявленного количества не было на борту вашего бога машины Новый сюжет, как правило, представлял из себя очередных злых русских Которые прям как в шиих Изводишь, изводишь Побеждает нас, побеждает А мы все лезем и лезем Все захватываем вокруг, да взрываем Всем вредим И никто нас не усмирит Кроме Капитана Прайса, конечно Вот разве что про новые возможности я так сказать не могу Изредка их действительно пытались добавить Например, то же переключение между самолетом и наземной группой во втором Блэк-Опсе Если я ничего не путаю Как вы понимаете, игроки разделились в основном на два лагеря Первый состоял преимущественно из подростков Которых очень легко впечатлить спецэффектами и приглашенными звездами Вроде Кивина Спейси Которые спокойно принимают в уши любую пропаганду и любую сценарную идиотию Просто потому, что они еще подростки Второй лагерь состоял преимущественно уже из людей более-менее взрослых и сознательных Вот им как раз таки все сложнее было хвалить серию За то, чтобы поругать ее, не нужно было делать уже ничего Ты просто запускаешь игру, показываешь пальцем в монитор вслепую И ругаешь то, во что ткнул беспроигрышный вариант Именно с этим связан феномен серии С одной стороны, она замечательно окупается, просто превосходно Как раз за счет первого лагеря, не способного в силу восторженного фанатизма, конструктивной критики С другой стороны, объективно, серия скатывалась все ниже и ниже Ни на первое, ни на последнее, увы Однако, разработчики не унывали И каждый год заявляли, что вот уж в этот раз они покажут нам всем, где раки зимуют Судя по интервью на Call of Duty 2019 года, они делали серьезные ставки А потому приложили просто титанические усилия для ее разработки Как гласит неположивая Википедия, у нас тут неизвестный движок нового поколения Call of Duty Modern Warfare finally has a new engine with 4K and Ray Tracing Motherfuckers Новые геймплейные возможности, разумеется И, конечно же, новый превосходный сюжет Только вот что, детишки, на этот раз сюжет не для маленьких Это серьезный сюжет с множеством сцен насилия, жестью и так называемой серой моралью Когда боги не боги, греки не греки, титаны не титаны, гиперион не гиперион, ну вы знаете Когда порой добрые солдаты вынуждены делать плохие вещи, Билли Ну-ну И вот, 25 октября игра вышла и тут же создала вокруг себя шумиху Шумиху, так способствующую продажам Думаю, на то изначальный был расчет Только в этот раз Infinity Ward и их издатель Activision сильно переборщили Очень сильно Я постараюсь оценить игру объективно, однако учтите, что я уже успел отвыкнуть от нее И перерыв 7 лет дает о себе знать Только, к сожалению, Call of Duty 2019 Давайте я для простоты буду называть просто Call of Duty Так вот, Call of Duty эту нельзя оценивать просто как игру Потому что Call of Duty это не просто игра Это неприкрытая политическая русофобская агитка Зашкаливающим градусом озверения и ненависти ко всему русскому Продукт уже более чем четверть века взращиваемой ненависти к нашей стране и ко всем ее жителям в принципе И пропустить такое мимо себя нереально Причем не только для россиян, но и для жителей Запада Но обо всем по порядку Учтите сейчас, я перескажу вам весь сюжет Не печалитесь, он настолько дебильный, что жалеть тут нечем Заодно вы вместе со мной пройдете игру по видео, так сказать И вам не придется покупать ее, отдавая немалые деньги людям, которые считают вас за животных Ну что ж, я понимаю тех, кто уже начал бурлить праведным гневом, мол, мы сюда пришли слушать про игру, а ты нам про политику Но друзья, во-первых, я с самого начала дал понять, что этого не избежать А во-вторых, опять же, вспомните, что я сказал про политику, которая занимается вами Вот она и занялась И не говорить об этом, наигранно закрывая глаза ладошками и делая вид, что ты ничего такого не увидел, нельзя Более того, это еще и глупо Преступно глупо Так что успокойтесь и слушайте Итак, тема злых русских, как вы понимаете, благодатная тема Россия со всеми ее проблемами и недостатками все-таки сильное государство, которое в тех или иных своих формах уже давало прикурить практически всем властителям мира с их непобедимыми армиями И будьте уверены, они это помнят, поэтому и стараются нас уничтожить В физическом смысле они этого сделать не могут, зубы обломают, поэтому стараются поднастрять хотя бы в пропагандистской манере В последнее десятилетие накал русофобии достиг каких-то совсем невиданных высот Что бы ни случилось, в каком бы уголке мира это ни случилось, виновата Россия и лично Путин, который, если послушать их, так вообще сам сатана лично Если что-то нехорошее случается, то сначала обвиняется Россия, а потом начинается вялый такой, знаете, расследование, которое, как правило, до конца не доводится Ибо, ну, зачем, если так, виновата Россия Либо доводится, выясняется, что, о боже мой, это не Россия, и тихонечко, так, писклявым голоском, где-то между строк, в ночных сходках новостей об этом объявляется Мол, ну, как-то да, это не Россия, так, знаете Как это было в случае с Осбери, например Ну, а если ты не согласен, что во всем виноваты русский и Путин, то ты агент Кремля Только так и никак иначе Доходило до смешного, когда обе противоборствующие стороны, да хотя бы Трамп и Хиллари, называли друг друга агентами Кремля Это вообще такое клеймо теперь, слово Кремль скоро приравняет к слову черт и будут им ругаться Создается впечатление, что Путин и русские это не человек и не люди, в принципе, это жнец из вселенной Mass Effect, который всех одурманивает и тайно переводит на свою сторону Бред какой-то Однако, стоит лишь посмотреть зарубежные новости, послушать, что и как о нас говорят политики, чтобы убедиться в том, что этот бред давно уже стал объектом политического популизма Вот как блогеры о своих шурыгиных и прочих инстасамках рассказывают, чтобы просто рейтинги набить, так и западные политики рассказывают о злой России и поедающем детей Путине с точно той же целью Разница лишь в том, что всех этих шурыгиных через 10 лет уже никто не вспомнит А злой русский Иван это очень благодатная почва для политических спекуляций на долгие-долгие десятилетия Неудивительно, что и Modern Warfare начинали тоже со злых русских Это и тогда было в моде, но тогда это было не так ярко выражено, как сейчас Основной враг там русские и сирийц по фамилии Асад Вот совпадение, да? Просто удивительно Ну, конечно, не Башар, а Халет, но мы-то с вами понимаем Во втором Modern Warfare даже вырезали сцену с расстрелом гражданских в аэропорту Расстреливали, конечно же, русские, чтобы подставить американцев Затем злые арабы, которых, кстати, от русских там нечасто отличают почему-то Отошли на второй план вместе со злыми американскими генералами И вперед вышел опять-таки злой русский Макаров Террористы, негодяи, разрушающие города по всему миру И уничтожающие беззащитное гражданское население Но как иначе-то? Да, сейчас подобное восприняли бы уже как милую шутку Вот как жизнь-то меняется Мол, ну подумаешь, уж от грязи на нас вылили Вчера вон цистерну, а сегодня уж от подумаешь Вот так и живем Но давайте немножко отвлечемся от политики И поговорим о самой игре Call of Duty Современный гейминг представляет из себя нечто монструозное И это не новость Потому увидев, что игра в установленном виде весит 127 гигабайт Я даже не крякнул Ну, че-то поделать Качество требует мощностей Все как обычно Однако изначально она столько не весила И минимум гигабайт 15 уже занимает патчи Вышедшие за то недолгое время, что игра в полете, так сказать И вот меня она встретила установкой шейдеров Припугнув тем, что если ты, хер-мажо, сейчас меня прервешь То я тебе при первом запуске так тормозить начну Ну, что у тебя харят, треснет от ужаса Ну, ладно, думаю, наверняка там все хорошо оптимизировали Возможно, там даже шикарная графика на этот раз Чем бы тебя не тешилось Лишь бы потом не просаживалось по FPS Начинается игра с пререндеренной заставки Которая безбожно лагает Сейчас на экране вы видите табличку с моими машинами мощностями Это далеко не самая мощная конфигурация Но в то же время далеко не самая слабая Особенно если учесть видеокарту А вот настройки графики, с которыми я играл Они почти все на ультра, кроме некоторых опций Я позже попытался выкрутить вообще все на максимум Вроде теселяции на расстоянии Играть стало уже некомфорт FPS проседало до 15-30 Ну, то есть, играть так можно, но не очень хочется Но картинка стала, надо сказать, заметно более холена Ибо дизайн в игре, если уж не на высоте То уж точно очень хорош Но к этому мы еще вернемся, сейчас не об этом При тех настройках, которые я показал Игра стабильно идет в 60 FPS Изредка бывают фризы и микрофризы Куда уж без этого За прохождение игра трижды зависала Было дело Но в целом тут с этим порядок Однако сразу со старта игра показывает свой первый недостаток Пререндерные заставки здесь шикарно, без дураков Очень качественный уровень анимации, детализации, постобработки Смотреть одно удовольствие Было бы Если бы не диких тормоза, при которых эти самые заставки Проседают до 2-5 кадров в секунду А все потому, что во время заставок идет загрузка уровня И, казалось бы, это решение не новаторское Так раньше делали те же Rockstar, к примеру Да и не только они так делали Кто так вообще не делал? Но почему-то в Max Payne 3 ничего не тормозило А тут тормозит Да еще и баг с курсором на экране Который пропадает только если в меню войти и выйти Можно, конечно, посетовать, мол У тебя ж говнокомп Извольте Говнокомп У очень многих игроков давайте смотреть правду в глаза Нет и такого И судя по постоянно патчам Подгружающим исправленные шейдеры Которые, по словам самой же игры Сделают производительность лучше Разработчики и сами это понимают Просто оптимизация в игре отвратная Да, именно так Еще немного и перейдем к графике А сейчас закончим мысль заставками Так вот, вместо того, чтобы так выпендриваться Лучше бы сделали отдельный черный экран загрузки Притом в игре есть миссии, загружающиеся именно так Не через заставки, а через классический черный экран И знаете что? Они при этом загружаются в разы быстрее Что мешало так сделать для всей игры? Я уже не спрашиваю, что мешало оптимизировать в принципе всю игру Ну да ладно, вот стартанула первая миссия Заметьте, ночная Тут я сразу заподозрил неладное Да, так и есть Видите ли, в игре очень много ночных миссий Учитывая, что их в принципе-то полтора десятка То и ночных минимум штук девять Я по памяти говорю, мне лень лезть и считать Но поверьте, их там много И знаете что? Это не потому, что так требует гениальный сценарий Это потому, что ночью заметно легче Блеснуть дизайном и скрыть посредственную графику Вообще, я понимаю, что мое отделение графики на дизайнерские навороты И саму техническую базу вам может показаться странным Но так уж я вижу Вот, например, идете вы по лесу Отлично работает теселяция, трассировка лучей HDR-освещение и прочие навороты Напомню еще раз Свет, то бишь освещение и тени, как производные от света Звуки и музыка Залог успеха любой, без исключения игры Ты можешь сделать игру на коленке с бюджетом в стакан чая и бутер для программиста Но если там будет толковое звуковое окружение Хорошо поставленный свет и как следствие тень А сверху это еще и приправить бы атмосферной музыкой И игра будет смотреться великолепно А убери все это и добавь вместо этого высококачественные текстурки и модели И вуаля, перед тобой кусок говна Именно поэтому ENB и SweetFX так в почете Мой прошлый ролик про маленькую игру World of Go Копейчный проект с графикой уровня тяп-ляп по холсту Зато в ней отличный цветовой и световой дизайн Теней там нет, так как игра 2D Поэтому там псевдоосвещение, скажем так Отличные звуки и музыка И эту игру помнят и любят всем сердцем Спустя 11 лет после выхода И возвращаемся к Call of Duty Дизайн в Call of Duty отличный Без дураков То, как светит солнце или луна Как проходит свет через листву Как горит огонь Как валит дым Как ложится свет И как работает тень Однако все это скорее дизайнерские, нежели графические решения И давайте будем честны Они не жрут столько мощностей Да, они требовательны Но не настолько Машинные ресурсы тут требуются лишь для понта Потому что это круто Тут просто не заморочились с оптимизацией Просто... Напросто Потому что, если бы заморочились Колда бы на ультрах летала И не только у меня Но даже у тебя, дорогой друг И, собственно, ночью показать игру светотени Намного проще, чем днем Да и выглядит это красивее, будем честны Именно поэтому тут так много ночных миссий Именно поэтому и стартуем мы с ночной Чтоб впечатление первой было лучше Взрывы огня на контрасте с чернотой Это круто А колда всегда была игрой про зрелищность Но стоит закрыть открывшийся от изумления рот И отойти в сторону от рельс По которым тебя тащит игра Как тут же открывается правда Графика в игре совсем не такая качественная Как о ней говорят Текстурки местами выглядят так Будто бы пришли сюда чуть ли не из Modern Warfare 1 В основном, конечно, все не настолько плохо Но не так уж хорошо, как заверяют нас разработчики Опять же, при таком уровне проработки Требования могли бы быть не такими уж конскими Впрочем, опять же Благодаря отличному дизайну и спецэффектам Смотрится игра не просто прилично А даже, о боже мой, красиво Да, как бы я не хайл игру Надо признать, что она очень красивая Впрочем, хватит о графике Давайте посмотрим, что там с сюжетом Итак, идет суровый 2019 год Место действия некий Верданск Видимо, намек на Верданск Да, я забыл сказать, что сценаристы пишут сценарий Не имеющий ничего общего с реальностью Поэтому многие события переначиваются Чтобы показать все ужасы войны Соответственно, названия иногда заменены Так что Верданск, Кастовия Кастовия — это, если что, у нас ЛНР и ДНР ЦРУ, среди которых Алекс За него мы их раз-таки играем в этой миссии Тайно проникает в ДНР Давайте будем называть вещи своими именами На Украину они проникают Ибо есть информация, что наемники под руководством Некого генерала Баркова Спионерили у самой России газ Видите ли Некий очень-очень опасный газ Которым собирается травить всех направо-налево Нам надо бы проникнуть туда, газ забрать Но в русских, если таковые встретятся Не стрелять По плану я должен был описывать для вас каждую миссию Но в итоге я особо-то и не знаю, что сказать Ребят, это Call of Duty Тут все миссии одинаковые Просто беги от точки к точке И стреляй во все, что не помечено именем союзника Перестрелки сделаны интересно, но дико однообразно Опять же, делаю тебе скидку на то, что в Call of Duty я не играл 7 лет И возможно именно поэтому она мне показалась интересной Человеку, который каждый год в это играет Наверное, уже не так интересно будет Ну так вот, бежим мы и стреляем Значит, ничего необычного Кроме первого впечатления от местного графического дизайна Все эти вспышки, искры, луны, свет Красиво А еще в игре отличный звук Выстрелы, взрывы, крики Очень красочно Ну и также Рэгдолл стал заметно лучше Как и анимация, этого не отнять Главное не смотреть туда, куда не надо А то можно встретить неожиданную халтуру И вот в один момент случается ужасное Мы включаем после перестрелки свет И понимаем, что, о боже мой Убили русского спецназовца А не просто наемника И теперь могут начаться проблемы с Россией Запомнить этот момент мы к нему еще вернемся А пока мы добираемся до газа Угоняем машину с ним И попадаем в засаду Газ у нас отжимает террориста из Аль-Каталы Аль-Катала, понятное дело Это синтез запрещенных в России террористических организаций Аль-Кайда и ИГИЛ Итак, ИГИЛовцы угоняют газ И мы возвращаемся на базу несолонохлебавшей Кстати, по причине тормозов Некоторые заставки пришлось своровать записи прохождения других блогеров Ну и также для удобства я включил субтитры Это вещь полезная в данной игре В заставке нам показывают политкорректную армию США Две женщины Одна из которых обязательно черная Данные амазонки в два смычка решают дальнейшую судьбу операции Однако одних амазонок маловато Поэтому на помощь зовут почетного открывателя дверей 12-го разряда Капитана Прайса Аплодисменты, детишки! Аплодисменты! Почему 12-го разряда? Потому что 12 лет, сука, он только и делает, что открывает двери И поверьте, он в этой игре будет заниматься тем же Я понимаю, это уже внутриигровой мем всей серии И разработчики тоже прекрасно понимают Но все равно смотрится это забавно и воспринимается тоже Капитан Прайс замечает, мол, терророги-то еще и в Лондоне засели Срочно нужна антитеррористическая операция Ночная, конечно же Ну ладно, не ночная, вечерняя Но тем не менее на улице темно, хотя и народу полно В этот раз мы играем за Кайло, черного солдата И если вы ждете от меня шутку про черного, ее не будет Никакого карикатурного изображения в этот раз нет Просто черный спецназовец, что даже странно Кайло с отрядом преследует фургон террористами Аль Каталы Они точно знают, что фургон не террористы Они точно знают, что он сейчас взорвется, что сейчас устроит теракт Тем не менее, они не уводят народ Ни открыто, ни скрыто, никак Не перекрывают улицы Да бог бы с ним, не пытаются снять водителя Они просто крадутся за фургоном Причем пешком по диколюдному месту Придурки Естественно, начинается стрельба Естественно, взрыв и огромные жертвы среди гражданских Нет, все-таки не умеют американцы с террористами сражаться Вот у россиян в той же Сирии как раз таки получается Обходиться без жертв среди гражданских В той мере и в какой-то вообще возможно Пальмиру вон отбили, к примеру Но мы-то, понятное дело, дикари А вот бравые американцы в своей утопической Call of Duty Тем временем просрали все полимеры Стартует миссия, где приходится отстреливать террорюк Пытаясь не попасть в лавирующих гражданских Гражданские лавировали-лавировали Да не выловировали Нет, не да попадешь в темноте в одного из них Принял за террориста Те, в свою очередь, ведут себя, как и положено террористам Убивают, взрываются подряд и всех подряд Миссия атмосферная, бегать и стрелять все еще интересно И вот наступает момент истины Дамы и господа, встречайте Серая мораль собственной персоной Заложник заминирован Он хнычит и молит о том, чтобы его спасли Но остается всего 6 секунд до взрыва Обезвредить бомбу уже не успеть И капитан Прайс хладнокровно выкидывает Заминированного с балкона Чтобы взрывом не убило кучу народа Вот, видите, говорят нам разработчики Мы пытаемся показать, что на войне всякое бывает Что и спецназ Британии, вот, к примеру, тоже иногда делает плохие дела А я такой сижу, глаза по 5 рублей и думаю Вы че, там ебобор, что ли? Это, блядь, война! Тут далеко не всегда можно спасти всех и каждого Мужика, конечно, жаль, но не выкини его Прайс с балкона Погибли бы и сами сасовцы И еще немало гражданских плененых рядом же Это, что ли, неоднозначный поступок? Он именно, что однозначный Это не серая мораль, это, сука, война! Это терроризм! Вот именно так это и выглядит! А слабо было сделать погибшего заложника черным, а? Слабо! А давление на жалость, мол, смотрите, погиб человек Это лишь жалкая попытка прикрыть свой звериный оскал Который открывается уже со следующей миссии Да, мы подходим к самому вкусному куску дерьма Приготовьте ложки побольше, детишки! Итак, сасовцы соснули Видали какой каламбур, да? И опечалены тем, что террористы оборзели совсем Ну, дело понятное Пора по заветам пожирателя детей мочить терра в сортире Краше всего сортиры в Урзикстане Куда мы и направляемся Ну, вы знаете, тот самый Урзикстан Да Сейчас, сейчас Вы все поймете, если друг не в курсе Я понимаю, многие уже знают, что происходит Но лично мне все это было лицезреть крайне неприятно Но сейчас не о том И вот, мы прибываем в Урзикстан Снова играем за Алекса Там мы встречаем Та-дам Командиры повстанцев Фару Нет, это не та Фара из Принц Перси Та Фара, что надо Фара А это Фар Тху Она очень не любит террористов И говорит нам, что не видит разницы между Алькаталой и наемниками Баркова Как персонаж ее, конечно, понять можно Тут я не спорю Мы, конечно, от Прайса А Фара с Прайсом дружна Но нас сначала нужно проверить Поэтому мы с Фарой маскируемся И выходим на улицы Урзикстана И тут понеслось Повсюду наемники, мордующие население Унижают, избивают, убивают, насилуют Причем всех Женщин, детей, стариков, мужчин, зверей И все это у нас на глазах На показ Красочно Мол, смотрите, какие люди, барков, мутанты, оккупанты И вообще черти рогатые Нет, правда, черти Без дураков Потому что это поведение террористов Только вот Не террористы это Это вроде как солдаты Вон даже в субтитрах Они значатся как Солдат 1 и солдат 2 И так далее То есть, да Это именно те сцены Из-за которых при начале кампании Нас предупреждают Что контент не рекомендуется Людям с неустойчивой психикой Я бы добавил Что людям с устойчивой психикой Игра тоже не рекомендуется Есть неиллюзорный шанс Превратить свою психику в неустойчивую Потому что на наших глазах Людей, в том числе женщин и детей Расстреливают, избивают, вешают Кстати, именно таким образом Если не ошибаюсь Вешают в Саудовской Аравии За гомосексуальные связи Странно И ни одной санкции от США Прям чудеса А мы тем временем Прикидываемся по тускуном насильникам Таскаем и носим кирпичи На стройку коммунизма Попутно совершая диверсию И сматываясь от боевиков А кирпичи нам нужны Чтобы притвориться рабочим Понятное дело У нас есть пистолет Но шуметь нельзя А глушителя-то нет Что делать? Правильно Спионерить масляный фильтр И накрутить его на дуло И он заглушит стрельбу Американцы вообще знают Что такое глушитель Как они вообще Собираются его накрутить Там же А, нет, смотрите-ка И резьба подошла Как улетает Ну, прям чудеса Кому нужны все эти технологии Если гасить можно и поорочи Вон, шут-то уже есть Еще бы дакка побольше И рубила подлиннее Разумеется, красная Ну да ладно Сделав свое грязное дело И словив забавный бак С подгрузкой лица Я даже сначала не понял Что это за ассасин На меня вышел Мы показываем фаре Что нам можно доверять Миссия заканчивается А теперь, собственно Заглянем глубже В суть происходящего Нырнем, так сказать В чан с дерьмом Видите ли, еще до выхода игры Ходили слухи, что Кастовия Это название для России Мол, чтобы русские Не сильно обижались Уверяю Подмена названия бы не помогла Но ее и не было Потому что можно менять названия Всяких там никому не нужных стран Уж простите меня Украинцы, например Да, но именно так они вас и видят А вот Россия Должна оставаться Россией Потому что она Оплот зла Местный филиал Мордора Даже не так Мордор, филиал России В Средиземье И походу Меликор и Саурон Учились у нас где-нибудь В Саратове На курсах повышения Квалификации терроризма И Америка Должна оставаться Америкой Потому как она Оплот добра Страна эльфов Эльфов, не способных Даже антитеррористическую операцию Толково провести Эльфов, нагадивших По всему миру И теперь стыдливо Пытающихся приписать Свои провалы и преступления Нам В этой замечательной Компьютерной игре Видите ли, я не просто так Постаралась на славу И дубляж неплохой Но они постарались Также в другую Степь стыдливо Прикрывая истину Когда в игре вы видите Имя наемник 1 Наемник 2 И прочее В оригинале Там английским по белому Написано Русский наемник 1 И русский наемник 2 Если видите Террорист, солдат Или Ж-12 Прости господи То в оригинале Это русский террорист Русский солдат И русский Ж-12 Наши же попытались Смягчить удар Убрав слово русский И совершив еще Несколько манипуляций Вот, например Фраза Фара про то Что она не видит разницы Между Алькаталой И людьми Баркова Звучит в оригинале так Я не вижу разницы Между Алькаталой И русскими То есть Что русские Что террористы Суть одно И неудивительно Открываем словарь Переводчик Скалаудютевского На русский И смотрим Наемники Баркова Русские наемники Баркова Убитый спецназовец Оттуда же Русский спецназовец И при том Ошибиться невозможно Всю игру русские Будут ходить в настоящей Российской форме Актуальной для нашей армии На моменты 2019 года Никаких даже И карикатурных ушанок Хотя повсюду На машинах До сих пор Красуются красные звезды И иногда встречаются Плакаты с медведями Спасибо хоть что Не серп и молот Хотя За что тут говорить Спасибо Непонятно Продолжаем Кастовия Как вы понимаете Это Украина Барков Русский генерал Не террорист Не оппозиционер Не мятежник Нет Он действующий генерал Российской армии В первой же миссии Мы узнаем Что Россия Официально Крышует Баркова А так как Барков Крышует Алькаталу То бишь ИГИЛ То получается Что Россия Спонсирует терроризм И на Украине Они заныкали Некий газ Тю Неужто новичок Ну вы знаете Тот самый новичок Который может Синтезировать Британия Но виновата Все равно Россия Потому что Россия это зля Тот самый новичок Который В малой дозе Может выкосить Почистует целый район Но почему-то Только отправил В больницу Российского предателя На которого Самой России Уже лет 10 Как положить Тот самый новичок О котором потом Стыдливо Попискивали Тихонько Мол Ну да Кажется Все-таки Это не Россия Но блин Россия же тоже Могла Хали лайкали Так сказать Ну понятное дело Хули не лайкали О Видите Даже запикилку Со мной Согласна Вообще Вы уж меня Простите Пожалуйста Но не материться Тут просто Невозможно Сосберийский Шпиль мне В задницу Но в игровом мире У САС теперь Есть доказательства Против русских Пробирка С пробами газа Бля Там бы его Еще языком Лизнул Думаю Нет Нужды напоминать Как обстоят Дела в реальности Правда Много лет назад Колин Пауэл Уже тряс Пробиркой Со стиральным Порошком Заявляя Что это Жуткое оружие И надо скорее Напасть на Ирак Пока они его Не применили А когда Ирак Сравняли с землей Спустя десятилетия Что они отвечают На обвинения Ну это ж было давно Мы сейчас Совсем другие Действительно То есть Подводим черту Под внутриигровым Уравнением Русские Игиловцы Крышуемые Российской армией Воруют Российский Запрещенный Конечно же Газ У российской же Армии Сами у себя Воруем При государственной Поддержке Не ну а че Все логично В этой игре Еще не такое увидишь Смотрим далее Открываем снова словарь Солдат Означает Русский солдат Урзикстан Означает Сирия Итого Во второй миссии Нам прямо показывают Как российские солдаты Именно солдаты То есть Официальная армия Не террористы Не сапиратисты Уже 20 лет Как вторглись в Сирию И терроризируют гражданских Вешивают людей Расстреливают женщин Детей Я понимаю Необходимо спихнуть на нас Как можно больше Своих преступлений Это американцы Убивали гражданских Просто почитайте новости О военных действиях В Сирии Это американцы Создали ИГИЛ Аль-Каиду И продолжают их спонсировать Это они Когда пахнет жареным Начинают скулить И делить террористов На умеренную позицию И недостаточно умеренную Но какая где Мы вам не скажем На что Россия отвечает Ну и в пизду вас всех И просто бомбит Умеренных террористов Умеренно отрезающих головы людям Барков Или Волк Его подручно Не помню Кто-то тут короче Вещает Что мол Россия То есть прямо говорится Россия Пришла сюда Чтобы принести Свободу И независимость Но ведь это Именно Америка Так говорит Про свои вторжения Ведь именно они Прикрываясь Титулом разносчиков Демократии Вторглись В Ливию Ирак Афганистан Югославию Судан Сомали Гондурас Ирак Гренаду Гватемалу Вьетнам Никарагуа Лаос Таити Панаму Ливан Корею Филиппины Грецию Турцию Что не нравится А мне нравится Слушать про русских Убивающих все живое Представленных тут В виде просто Неообразимых Каких-то Инфернальных Бразий Чуть ли не с рогами И копытами Приравленных к террористам И это я еще не все Перечислил И повсюду Они несли без спроса Свою сраную демократию И везде Почему-то Страдали в первую очередь Гражданские Но кому нужна Эта истина Реального мира Она скучная И некрасочная Вот то ли дело Call of Duty Тут все взрывается И падает Ебаный тир Под прикрытием Которого Проносят Самую тупую Мерзкую Антироссийскую Пропаганду Настолько тупую Мерзкую Что даже Американская Публика Была шокирована Потому что Даже они После столь долгой Агрессивной Промывки мозгов Не верят В эту хреноту Если походить По уровням Можно послушать Замечательные диалоги Русских Желающих всех Уводить в рабство Да А по домам Они водят Некого сумасшедшего Который Убивает гражданских И запугивает население Сами же Они вешают Людей на показ Устраивают Какие-то ямы С трупами А в миссии В Лондоне У всех террористов Конечно же Русское оружие Хотя Поставляет оружие Террористам Именно Америка Да потому что Мы же все С вами понимаем Что все Русские террористы Фаража врать Не будет Не так ли Кстати В Лондоне У меня игра Зависла первый раз Прям на лице Этого таджика Ну да ладно Тут же нам Приписывают заслуги Все тех же Террористов И вермахта Обе фракции Кстати Взрочены Там На западе Да детишки Такие демократические Ценности Как нацизм Фаршизм Концлагеря Мировые войны Ядерные бомбардировки Гражданских Терроризм И это все Подарки с запада От наших эльфийских Друзей в белых одеждах Но плохие Все равно Всегда русские Конечно же Честно Мне такого мерзко Еще ни в одну игру Мне не было так тяжело играть Мало того Что тир этот Быстро приедается Так еще и с экрана Монитора На нас льется Ушат помоев Прямо говорит Мол смотрите Вы русские Террористы и звери Да что там звери Вы хуже зверей Вы хуже террористов Вы хуже чертей Вы просто адские орки Честно Если бы передо мной Стояла задача Пробежать игру За пару суток Я бы к концу Просто спятил От этой игры Мутит Поэтому больше Двух часов в день Я просто не мог осилить Ой Спасибо Астиксу И Оригинал Син 2 За релаксацию Однако Игра продолжается И вот мы В роли Алекса Теперь штурмуем Базу русских террористов Сирии Согласитесь Если убрать Все эти Урзикстаны Все эти Аль-Каталя Аль-Джаля Аль-Ласа И подставить Именно то Что хотели сказать Разработчики ИГИЛ Сирия Русские То все Выглядит уже Не так радужно Верно? Ну так вот Злые русские Выкатили свои Боевые вертолеты Мешащие штурму Системы Patriot Которая дронов Этих проморгала Что признали Даже сами американцы Еще ранее Эти же Patriot Проморгали Если память не изменяет Разведывательный самолет Заставив Купивших эту рухлядь Нервно набирать Номер князя тьмы Чтобы закупить У него что-нибудь Нормальное Ну то есть Опять же Победить И переиграть Америка нас не может Вот и пытается Хотя бы финт ушами Совершить Махнув местами Дураков и умных Но это там В реальном мире Скучном и Неинтересном В игре же рюйские Тупые слишком И когда прилетают Уже наши пердолеты Они не находят Дешевых дронов Чтобы сбить их Если уж быть Последовательными То нас тут снова Пытаются обвинить В действиях террористов Последние годы Зачастившихся Атаками дронов Кстати Именно на этом уровне В том числе Хреновая графика Дает о себе знать Если приглядываться К текстурам и моделям Что странно Ведь миссия Проходит ночью Это уже Третья ночная миссия Из четырех Нами рассмотренных Что до геймплея Уже на этом моменте Он начинает приедаться Тут дело уже не в сюжете И не в русофобии Он просто скучен Я напомню Каждый год В течение 12 уже лет Разработчики делают Одну и ту же игру Меняя только модели Солдат и оружия Ну и название Разумеется Россказни о новом движке Лапша на уши Доверчивых покупателей В самолете Красиво все взрывает Ну а если присмотреться Разрушаемость Например Нулевая В 2019 году Прогрессия системных требований Идет ради прогрессии Системных требований Прямо как в случае с ГОТС Это называется Имитация бурного прогресса Так как по факту Прогресса никакого Одно лишь фейковое говнище Вы только посмотрите На это небо Из последующей миссии Я конечно не эксперт По графике Но что это блять такое Игра 2019 года 127 гигабайт веса Технологии такие Что на GTX 1080 Тормозит Сука Я потому и говорю Что за всеми этими Тисселяциями И прочими дизайнерскими Наворотами Кроется посредственная Графика Дикый нагружающий комп И еще более Посредственный геймплей Что там из нововведений Можно преподать к укрытиям Вот это я понимаю Новшество Никогда такого нигде не было И вот опять повторилось При том что я Понятия не имею Может такое уже Было в прошлых частях серии Но зато Взрывы Скриптовое разрушение Крики Мат Пули свистят над головой Это да Красиво Это то чем Call of Duty всегда брала Однако любой Разоблачитель фокусов Вам скажет Когда фокусник говорит Сейчас на ваших глазах Произойдет чудо Значит в это время Чудо происходит Где-то в другом месте От которого зрителя Яро отвлекают И Call of Duty Прекрасная этому иллюстрация Конечно Глупо упрекать Тир За то что он Тир Я и не упрекаю Я даже не упрекаю Разработчиков за то Что они этот Тир делают 12 лет В конце концов Окупается же Но подавать это каждый раз Как новый Улучшенный геймплей Да еще и прикрывать Это все Звериной пропагандой Это уже извините Чересчур Все Миссия закончилась Опять заставка Заставки все еще крутые Прям 4К 8К 140К И все так же тормозят Зато в ней Алекс говорит Мол Он убивает только плохих Ну Понятное дело Как же иначе-то Но тут мы Переносимся в пятую миссию Снова Ночную Да Мы теперь в Британии О себе говорят Мол А вот мы не заморачиваемся Валим всех Справедливости ради Надо заметить Что реально сдающиеся Тут полтора землекопа Включая младенца В которого конечно же Стрелять нельзя А запомните друзья Стрелять в младенцев Плохо А стрелять в русских Хорошо Да Ну так вот Обычно все сдающиеся Это притворщики Так и норовящие убить Не забываем Что все террористы Русские Либо действуют При поддержке русских Даже этот младенец Потенциальный террорист Поэтому сейчас И убивать нельзя Нет Надо подождать Когда он подрастет И ему стухнет 18 Вот тогда надо Его обязательно убить Террорюга гнусного Если его конечно же Не убьют раньше Сами русские Ведь они так любят Убивать детей И вот опять Причем тут блин Серая мораль Я даже не помню Сдается ли кто-то Из взрослых Потому что Все якобы гражданские Кого я не убил сразу В итоге попытались Убить меня А перепроходить Это говно Для проверки Я не стал А в ребенка Стрелять все равно нельзя Так в чем серая мораль-то Где серая мораль Лебовские Миссия Как я уже сказал Происходит в темноте Нам на помощь Приходят приборы Ночного видения Надеюсь они сделаны Не из масляных фильтров А то потом Круги масляные Под глазами Придется смывать И вот тут Если приглядеться Графики Она вновь Пристанет перед нами Не в лучшем свете Именно как раз таки По причине Отсутствия нормального света Однако Теперь мы с Прайсом Знаем где волк Один из глашатаев Террорюк Пора обойти на штурм Мы вновь Переносимся в Сирию К Алексу Который уже тесно И тепло общается с фарой Я надеюсь Это не намек На любовную линию В любом случае Нам не до того Во-первых Перед нами Хреновая текстура неба Об этом я уже говорил А во-вторых Надо идти на штурм здания Откуда вещает Свою пропаганду Злерийский волк Миссия проходит Что странно Не ночью Это уже вторая Дневная миссия Из шести Мы врываемся В больницу Расстреливаем террористов Разминируем растяжки На которых тут Очень легко подорваться Кстати Находка с растяжками Хороша Порой жутко бесит Если честно Но сама идея Все равно хороша Да и миссия На удивление Интересная Коридорный шутер Во всех смыслах Этого слова Кстати В ней участвует Грикс Как я понял Это тот самый Грикс Из Modern Warfare 1 Хотя Прямого указания На это вроде как нет Видимо Эта миссия Хороша еще и потому Что пытается быть Похожей на миссии Из Modern Warfare 1 Тут похоже Все От визуального окружения До персонажей Ситуации Даже звукового сопровождения Про смысл я молчу Он везде один и тот же Все 12 лет Да и в принципе Вся игра сильно старается Давить на ностальгию Тут тебе и ползание Под машинами И снайперские миссии И капитан прайс Открывающий двери И еще много всего Даже стиль музыки похож Хотя в этот раз Это не Ханс Циммер Ну и в итоге Мы берем в плен волка В заставке Мы его транспортируем В американское посольство В Сирии Ибо В сраном сарае Его держать опасно Как оказалось В сраном посольстве Его держать не менее опасно Наверное даже более При попытке попасть в здание На вертолете Нас с прайсом сбивает И вертолет начинает падать Тебя бросает по кабине Ты пытаешься ползти Выход сил И хватаешь за десантный канат Прыгаешь Следом прыгает прайс И игра зависает Ну да ладно Это придирка Любая игра может зависнуть В том числе и хорошая В это время посольство Уже во все осаждает Люди волка Желая вернуть Своего предводителя Самый матерый среди них Мясник Террорюга Убийца без принципов И жалости На наших глазах Он на потеху Озверевший толпе Казнит гражданских И даже детей А теперь внимание Викторина Угадайте Какой он национальности Варианты ответов На экране Самое время Делать ставки И замиранием сердца Ждать правильный ответ Детишки Нет Вы поймите меня правильно Он как бы Джамаль Рахар Но поверьте Что для запада Из реального мира Что уж тем более Для игрового мира Что Джамаль Что Иван И это одно и то же А уж про то Что разницы между террористами И нашими солдатами Нет Нам вещает всю игру Далее Террорюги прорываются Громят Расстреливают Пытают Тут нам дают Попробовать действительно Геймплейные новшества Провести секретаршу Через араву террористов Хоть сделать это не сложно Все таки Это сделано Довольно таки интересно И вообще Несмотря на всю жесть Это один из самых лучших И атмосферных уровней С точки зрения Дизайна и постановки Хотя она и ночная А после Нам приходится Оборонять С целеуказателем Местность От наседающих врагов Стандартные Пострелушки Скажу так Сразу после Симулятора спасения Заложницы И атмосферного уровня Эта перестрелка Похожая на все Предыдущие Смотрится нормально Просто лишь На одном контрасте Но уже со следующей Миссии Ты начинаешь думать Скорей бы уже Пройти игру В такие моменты Тебя обычно держат Накал сюжета Пусть он не отличался Никогда монструозностью Зато захватывающим Всегда был Здесь же Накал сюжета Лишь от слова Кал Потому хочется Просто уже Пробежать до конца Ибо обзор нужно делать Очень многие стримеры Блогеры И простые игроки Если не раньше То на этом месте Точно бросали игру Заканчивается миссия Тем что волк Все равно сбегает Пробив лбом Видимо стену Ну не лбом конечно Лбом ее пробил бы я Лишь бы не играть Больше в этот срам А тем временем Следующая миссия Мы переносимся Вновь в Урзикстан Только на этот раз Это не Сирия Это уже Если я правильно помню Ирак Именно там находится Так называемое Шоссе смерти Фара ведет нас Для подготовки атаки По красивому В принципе Городу Имея ввиду С точки зрения дизайна Конечно же Повсюду Разруха и бардак Фара рассказывает нам Что когда-то тут Звучал детский смех Но русские вторгли сюда Убили многих Беззащитных гражданских Все разрушили Боже Как такое можно терпеть Эти русские Да они же просто звери Им нет места на планете Бедные детишки Погодите-ка Так ведь шоссе смерти Это место проведения операции Если не ошибаюсь Буря в пустыне Правда Если судить по результатам То ее стоило бы назвать Дуля в пустыне Они там знатно Знаете так лоханулись Убивав кучу народу А теперь вот Пытаются приписать это нам Впрочем Теперь игра дает нам Возможность таки Уже выдохнуть И со спокойной душой Официально Убивать русских Ну то есть Мы их и раньше убивали Всю игру так-то Но там это хоть как-то Пытались скрыть Мол вот тут террористы А тут эти вроде как Барковы служат Теперь же никто Даже не пытается Делать вид Что есть хоть какая-то Дифференция между Алькаталой и людьми Баркова То есть если опустить Нашу локализацию Между ИГИЛом И Россией Мы отстреливаем Из снайперской винтовки Русских Отбиваемся От наседающих волн Традиционная Снайперская миссия На которой у меня Опять все зависло Нахер Вообще Я все прекрасно понимаю Бороться с терроризмом Это не комбайном Бомбить И не оппозицию Но умеренную И неумеренную делить Но если американцы Вообще не в курсе Как борются с терроризмом То могли бы У злых русских Собственно спросить Мы бы им рассказали О своей технике Над которой Напоказ все смеялись При помощи которой Террористы По наводке чуть ли не из космоса Уничтожаются пачками А выжившие потом Засав Бреют бороды Передеваются в женские платья И пытаются сбежать Из страны Как сучки Но вместо этого Нам тут обливаясь Крокодилями Слезами Рассказывают о том Когда войны Тут жили люди И слышался смех Так нехуй было бомбить Тогда моралисты Ёбаные Блин Лицемеры В конце миссии Выясняется Что оказывается Все это время Газ был У Хадира Брата Фары Извините Что сразу о нем не сказал Он всю дорогу Был к нам добр Заботился о сестре Помогал ей Нам Настоящий мужик А тут друг взял И выпустил тот самый Газ Новичок Или старичок Пофигу как его назвать Чтобы потравить Понабежавших русских Фару и Алекса Он спасает При помощи противогазов Да Перед нами снова Та самая Сраная серая мораль Уже осточертевшая Своим дебилизмом Русские террористы Едят детей А не зло А вот когда Свой хороший Убивает своих же И делает плохие дела Ну тут уже надо подумать Это же серая мораль Но об этом я скажу Чуть позже Новая миссия Нас переносит Воспоминания Фары Сирия Мы маленькая девочка Под завалом Которая очнулась Рядом с трупом матери Скажу сразу Лучшая миссия По атмосфере И постановке Дико интересная Если бы Не одно но Маленькое такое Незначительное Я бы даже сказал Видите ли Тут антироссийская Пропаганда Зашкаливает так Что пропаганда Метра взрывается Действие происходит За 20 лет До прошлой миссии Мы еще Дети И отец Нас пытается Спрятать Потому что На город Напали Кто Правильно Русские Нет Не террористы Просто Русская армия И тут же Принялись Расстреливать Гражданских Всех подряд И травить их Своим газом Зачем А просто так Мы ж звери В нас вообще Ничего человеческого Нет Да Той самой Саудовской Аравии Где женщина Это почти предмет Быта А замужеложество Положена Смертная казнь Видимо Там все В порядке В общем Дома нас Настигает Апофеоз Русского Аскала Огромный Амбал Ж-12 Русский Ж-12 В оригинале Разумеется Он под вопли Порежу Порежу Убивает отца И пытается Убить еще и детей Но Бравые ребятишки Ножницами Закалывают Гнусного Ж-12 Многие Называют это Шок-контентом Подразумевая то Что детям Пришлось Убивать Чтобы выжить То есть Шок-контент Это когда дети Режут взрослого Вдвоем А когда этот взрослый Оказывается Русский террорист Убивает детей Беззащитных Просто так Это нормально Блять Далее Хадир и Сара Ползут через весь город В сад Наблюдая Жуткие картины Убитых Умирающих Взрослых Детей Животных Слушая вопли Мольбы И рыдания Детей Женщин Увозимых В рабство Видите Что вы русские Творите в мире Да Стыдитесь Стыдитесь И каетесь Каетесь Бейтесь Лбом Озень Пока кровь Не польется И молите Молите О прощении Как не за что Вон же С их стороны А вы как думали Долбоебов И паскуд Везде хватает Хотя именно Америка славится Своим рабовладельческим Подходом Ну в прошлом Как минимум Уж точно Да и Убийством гражданских Тоже И пытками И казнями Притом тут и там Всю игру Американцы говорят Мы вас защитим А русские орут Мы вас убьем Это называется Примитивнейшая Агитка Рассчитанная Как раз на Неокрепшие умы Подростков Являющихся Основной аудиторией Игры В принципе Уже даже со старта Миссии Начинается цирк Шапито Из-под завалов Нас извлекают Зеленые каски Аллюзия на Белые каски Безусловно Они спасали людей Но Также безусловно И это уже доказано Не раз Что те же Белые каски Делали постановочные Атаки на мирных Жителей Чтобы снять Видеоматериал Для обвинения России в зверствах Это я уже Про реальный мир Говорю Но Об этом нам Не слово Это ведь Не серая мораль Кстати А вот Заложников Загоняют в сарай И расстреливают Тут нам снова Пытаются приписать Преступление Третьего рейха Да А ведь Когда-то Вышел Call of Duty World at War Где они попытались Очень реалистично Почти без клюквы И без всякого намека На мифические Зверства СССР Показать сначала То как мы Переживали Зверства Третьего рейха А потом Как втоптали Фашистов в пол И захватили Рейхстаг А теперь Вот такое Потрясающее Ведущий Первого канала Кирилл Клеймёнов Заявил Что русских В игре изобразили Цитирую Инфернальными Орками И предложил В следующих Играх серии Приписать Советским войскам Бомбардировку Дрездена Или атомной Бомбардировки Хиросимы И Нагасаки Что ж Кирилл Клеймёнов Конечно Сказал это с сарказмом Но на самом-то деле Это всего лишь Прогноз сюжета Следующей части Но потому что Не может быть такого Чтобы сияющие Американцы Вдруг сбросили Ядерные бомбы На гражданское Население Японии Тех самых Ни комбатантов Ни участвующих В войне Потому что Военных баз Там не было Нет Это наверняка Сделали русские Что ж Дети пытаются Угнать грузовик Но сначала Надо отвлечь Русских от него Русские такие Тупые Что не знают О мобильных Телефонах Хотя даже Сирийские дети О них в курсе Это еще Что они Даже глушитель Из масляного фильтра Сделать не способны Такие вот они Тупые Кстати Тут какой-то Странный дизайн У машины Как в эту кабину Взрослый Влезал По частям что ли Так или иначе Угон не состоялся Нас хватает Лично Барков И пленит И вот мы возвращаемся В настоящее Хадир объявлен террористом Надо бы его Быстренько изловить Здесь нам рассказывают Что любые Осложнения Приведут к войне С Россией А в чем проблема Вы же и так С нами воюете Открыто убиваете Российских бойцов Всю игру И вот перед нами Снова ночная миссия Восьмая Из двенадцати На данный момент Симулятор Бэтмена Блин Да фиг бы с ней Что она ночная Эта миссия слизана Под копирку С прежней миссией В Британии С зачисткой ячейки террористов Разницы Вообще никакой Разве что Тут гражданские Все же именно сдаются А так Один в один Скука смертная Плюс опять же Ночное видение Позволяет все больше Обращать внимание На посредственность графики Там где Нет четкой игры Светотени В итоге Хадира мы не нашли Он утек в канализацию Ныряем за ним Даже не знаю Дневной считать Эту миссию Или ночной Запишу в дневные Под землей светло Фара и Алекс Гоняют террористов По подземным кишкам Атмосферно Но скучно Скучно потому Что прогрессировать Дальше просто некуда Была уже мини-игра С сопровождением Заложницы Че вам еще-то надо Отстаньте уже от нас Лучше вон Предзакажите Call of Duty 2020 Механика одна На все уровни Ты либо обороняешь Точку Пока враги валят По воле сюжетного скрипта Либо бежишь От точки к точке Ломясь через врагов Которые будут валить Бесконечно Пока ты не прорвешься К точке И не запустишь Следующий сюжетный скрипт В подземелье Внезапно начинается пожар И ты Как потенциальный Угорелый Ищешь выход Под крики Данмера О том Как чужестранца достали В конце Вам этого Данмера Таки дают пристрелить После чего нужно По команде Перерезать провода Как и скажут В общем-то все Едем далее Накал усиливается Брата уже признали террористом Но теперь террористами признали Еще и повстанцев Фары И саму Фару Но позвольте Ведь так же нельзя Они же борются за свободу Не то что эти русские Ур Однако Прайс и другие Смело шлют Нахер командование Чуть ли не в рожу им плюют И говорят мол А похеру нам Генерал ты не генерал Мы пойдем спасать Хороших людей Особенно лютует Аликс Который уже на флагштоке Вертел свое командование И хочет к повстанцам Вот что значит Сильная независимая женщина Все встают На ее защиту А у меня Вырывается вопрос Заревший всю игру А какого спрашивается Хрена В арабской стране С очень строгими нормами Женщина вдруг стала Предводителем повстанцев Я понимаю Западу вообще Срать на логику Но какая бы она Талантливая ни была Никто бы ей не дал Управлять Ни ей Ни ее Сестрам Так называемым Из последующих миссий Ну просто потому Что люди там другие И взгляды на жизнь У них другие Тротил мне в шашку Прайс Прайс Тоже за фару Нам сейчас попытаются Обосновать это решение И заодно Показать Как они познакомились Вновь флешбек Уже взрослые Фара и Хадир В плену Баркова Который принимается Их по всякому пытать Тут геймплей Снова попытались Разнообразить Надо вот Уворачиваться от воды На пытках Дышать пытаться А я не понимаю Это зачем Это что Симулятор пыток Нахрена этот маразм Я понимаю В GTA 5 Вставлять сцену пыток Играя за Тревора Но тут как бы Концепция другая Хотя возможно Задача была Показать то Какие все русские гниды Чтобы даже У самых пораженных Циников в душе Поселилась ненависть К моей стране Тот факт Что такими пытками Занимается не Россия А как раз Америка Причем не в прошлом А в настоящем Хотя бы в той же самой Тюрьме Гуантанамо Которую Обам Обожился закрыть И не закрыл Это никого не волнует Тут кстати Даже вдруг Неожиданно дают Возможность выбрать Варианты ответов Чуете как РПГ запахло Да? Это запах чего-то другого Извините Короче Нас пытают Под клюквенной речи О том что Россию надо Очистить от терроризма А мы тут все террорюги Хотя если верить игре Террористы Это как раз таки русские Причем все поголовно Без исключения Вот поэтому Когда ты слышишь Фразу Баркова Эта страна Настоящий рассадник терроризма Ты как-то и не вспоминаешь Что речь идет Про вымышленный Урзикистан И автоматически Подставляешь в голове Слово Россия Ибо оно тут часто Мелькает в негативном свете Что Тоже попались Да? Пропаганда детишки Добро пожаловать в реальный мир Слепые Да прозреют Тем временем В тюрьме случается переполоха А мы Сбегаем при помощи Ложки А я всегда говорил Не бойся вилки Бойся ложки Хотя если верить Нео В этом особого смысла нет Как бы то ни было Ложкой дверь мешая Фара бежит большая Мы освобождаем Своих сестер По оружию Которых я уже Мельком упомянул ранее Ну прям Скайримские соратники И тут нас И всех наших Лысых сестер Сейчас бы и порешили Если бы не ворвался Штурмовой отряд Во главе с молодым Еще лейтенантом Прайсом Видите ли Каким-то макаром Фара вела Тайные переговоры С ним Почему бы и нет Тюрьма закрытого типа же Кстати В этой тюрьме Висят таблички С такими Замечательными Надписями Как Ответственный А пожарную Безопасность Товарищ Это еще что Вы еще не видели Плакаты в Питере С медведями Да Казалось бы Ну найми ты уже Хотя бы одного Медведя в ушанке Чтобы он научил Ваших обезьян Писать по-русски Видимо Наши медведи Просят большие гонорары Парков сбегает Фару и Хадир Освобождают Хотя напоследок Злые русские Все-таки пытаются Поднасрать Убив всех заложников Миссия Интересна Концептуальна Но по факту Такой же тир Как и всегда Искусственный целект Такой же тупой Кстати Как и всегда И прайс Открывает двери Как и всегда Стабильность Признак мастерства Детишки Или маразма Смотря кто работает Кстати Забыл сказать Перед этой миссией Игра накатила Еще 8 гигабайт Патчей И вновь оптимизировала Минут 10 шейдеры Я уж обрадовался Думал сейчас Заставки перестанут Просаживаться А не 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 Все в порядке Просаживаться Не паникуем Следующая миссия Прайса удалось Выключить у командования Спецоперацию По поимке мясника Который засел В Санкт-Петербурге Куда мы направляемся Петербург Выглядит Прямо скажем Как засранная помойка Причем Очень клюквенная помойка С древними москвичами И медведями На плакатах Нет Вы не ошиблись На дворе Действительно 2019 год Поймите меня правильно Я знаю Что в разных районах города Тем более Такого огромного Как поребрик сити Могут быть районы Разной степени Засратости Когда я там был В прошлом году Я всюду видел чистоту Не идеальную Само собой Но вполне на уровне А тут разницу Между арабскими поселениями Из прошлых миссий И не сразу Ты улавливаешь Если бы тебе не сказали Что это Петербург Ты бы не понял Я бы вот точно не понял Хотя в один момент Я оказался на месте Который в том году Пешеходил лично Как хорошо Что в тот момент Там не проезжал Капитан Прайс Со своей шайкой Потому что В погоне за волком Который Как и положено Злым русским террористам Убивает гражданских Прикрывается ими И все в том же духе Мы разносим Из пулеметов И РПГ Памятники архитектуры Видимо так вот Через эту замечательную Игру Запад мстит нам За сгоревший Ноттердам Или я не знаю что Хотя С другой стороны В Modern Warfare 3 Вон вообще Эйфелеву башню А полкокнули И в принципе Полмира разворотили Кстати Тоже злые русские Ну а кто же еще то Есть лишь три типа врагов Пришельцы Разумные машины И злые русские Если это разумные машины То изобрели их Скорее всего Тоже русские А если пришельцев То скорее всего Их приманили русские Своим бесячеством Мы таки догоняем мясника В чем нам помогает Николай Единственный хороший русский Который говорит Что Барков Позорит Россию Таким образом Еще раз Четко подводится черта Барков Это не мятежник Не отщепенец Он действует Официально От имени России Почему я делаю Такой упор на это Да потому что Когда разработчиков Еще до выхода игры Поймали за яйца И спросили Мол А какого собственно хрена Они ответили Что не переживайте Барков это мятежный генерал Ложь Но Кого она еще удивляет И да Это тот самый Николай Из Modern Warfare 1 Если вдруг кто не в курсе Call of Duty 19 года Это приквел К событиям Modern Warfare 1 Да Мылый призрак Еще живы Пресе в топе Респект Так сказать Если кому-то вдруг Не насрать Не могу кстати Не заметить еще один нюанс Раз уж я специально включил титры И следил за ними Это само собой бросилось в глаза В Сирии Мирные жители В субтитрах Выделены зеленым цветом Как союзники В Питере Мирные жители Выделены красным Как враги А теперь скажите Вы удивлены? И вот Снова момент Серой морали детишки В допросную коморку Приводят жену И сына мясника Чтобы тот раскололся Сказал Где он заныкал в Питере газ. Бравый русский почему-то не желает присутствовать. И Прайс его отпускает. Странно, правда? Походу, хороших русских два. Мы тоже можем отказаться. Вроде как, точно не уверен. Теперь мы должны целиться в его жену и ребенка. Стрелять рядом с ними, чтобы он испугался до усрачки и выдал все тайны. А после этого можно его предстрелить. А можно оставить. Николай доставит туда найденный газ и наведет туда полицию. А мы с Кайлом отправляемся за Хадиром, братом Фары. Во время традиционно тормозящей заставки нам всю дорогу вещают о морали, мол где же та самая черта, которой переступать нельзя, а то видишь ли похищение семьи, чтобы расколоть террориста, убившего тысячи таких семей лично. Это же неправильно. Как говорится о том, что грань между добром и злом тонка, о том, что можно запачкать руки, а я сижу и охреневаю. То есть все перечисленное это как бы плохо. А то, что русских считают инферналами и террористами, приписывая нам преступления разных народов и разных времен. Это, блять, нормально. Ох, сука. Снова ночная миссия с Прайсом. Девятая по счету. Впрочем, не важно сколько их. Опять же у нас ПНВ. Опять же он обнажает недостатки игры. Да и вообще надоел уже этот сраный тир. Прайс наблюдает, мы стреляем, гасим свет, ныкаемся от охраны БТРа, бьем лампочки, по стелсу снимаем стражу, освобождаем трех заложников. Затем бежим в центральное здание и там встречаем Хадира. Хадира, который снюхался с террористами. Но мы не казним его, да и наши персонажи вполне сносно к нему относятся поначалу, как и он к нам. Он утверждает, что все это было сделано ради того, чтобы выяснить, где прячется Барков. Он даже планы нам свои отдает. Помните, я сказал, что вернусь к этой теме позже. Самое время. Гребаная серая мораль, ебезина в три прогиба. Видите ли, нам дают возможность подумать. А правильно ли поступил Хадир, пожелав применить оружие врага против них же? Он воевал за народ и за страну против захватчиков. Но вот он совершает преступление и теперь мы должны подумать над этим. Зло это или не зло? Достоин ли Хадир такой участи или нет? Ведь убежав от штормового вертолета, Прайс и Кайл его сдают. После чего русские его, скорее всего, казнят. Ведь того депортируют. Заслужил ли Хадир такой судьбы? Правильно ли он поступил или нет? Вы должны подумать над этим. А вот над тем, что это русские, оказывается, не террористы, взроченные американцами, не сами американцы, их союзники, не вермахт. Именно русские всех мучают, марят голодом, вешают, убивают, сжигают, травят на показ. И все это под крики о том, что они несут нам, болванам, добро и свободу. Это не серая мораль. Об этом думать не надо. Просто примите это как факт и запомните. Убийство детей, теракты это все русские. Финальная миссия. Скучная, но радует то, что она именно финальная. Ждешь концовки как мана небесная, уже не удивляюсь ничему. Стандартный штурм помещений. Опачки! Закованный в броню русский Иван. Наверное, это же 13, не иначе. Барков пытается смыться на вертолете, запрашивая на связь чуть ли не самого великого и ужасного, который настолько ужасен в своем величии, судя по рассказам зарубежных новостей, что у него сам сатана секретарем работает. Но чу! Под креслом на вертолете Баркова заныкалась фара, которая в итоге его и обнуляет. Долбану генерала этого, который, к слову, не постарел за 20 лет ни капли, ни одного седого волоска. Ну да хрен бы с ним. Однако злёй русский Иван сломал детонатор, а запасных не захватили, потому что операция тайная и не согласованная с правительством. Мы же хорошие люди, делаем добро просто так, от души. Поэтому Алекс жертвует собой. Я понимаю, не заплакать сложно, но вы держитесь. Боже, американец пожертвовал собой. Господи! Давайте уже заканчивать этот фарс. Фара в бегах, а Прайс собирает новую команду, ведь сын Имрана Закаева метит на место Баркова и вообще он поклонник Хадира. Да, тот самый сын, который застрелился в Modern Warfare 1. Да и команда та же самая из Modern Warfare 1. Нас как бы подводят к началу той самой первой игры, чтобы закрепить хорошее впечатление от этой игры и сыграть на ностальгии. Простите за тавтологию. Ещё нам, кстати, сообщают, что нужные файлы для Прайса достал генерал Шепард из второй части. А это значит, что в следующей части Call of Duty мы полетим бить жнецов. Русских жнецов, разумеется. Ладно, это всё шутки. Ну что, понравилось? Получили массу удовольствия? Я надеюсь, вас хотя бы не стошнило. Повторюсь, ещё ни в одну игру до этого мне не было так мерзко играть. При том, что в плане игры я, так сказать, задрот со стажем и очень вынослив. Но не тут. И, разумеется, я не один такой. На игру обрушился шквал заслуженной критики. Некоторые даже требовали запретить её, но вот я считаю, что запрещать такое нельзя. Запреты не помогут, лишь усилят интерес. Надо не запрещать, а просвещать народ. Рассказывать, что всё было не так, чем я, собственно, и занимаюсь. Как уже сказал, разумеется, нашлись те, кто был просто в восторге от этого. В смысле, не от игры, а от пропаганды внутри игры. Разномастные русофобы с пеной у рта верещат «А что, не так, что ли?», походя при этом на мелких шакалов при Шерхане. Только вот Шерхант в этот раз облезл и вышел. Подобная мерзкая, неприкрытая, лживая и безбожная пропаганда удивила и оскорбила даже западных игроков, что ещё раз доказывает, сколько нас не пытаются стравить, мы всё равно должны оставаться людьми, уважать друг друга и думать головой, а не телевизором. Да, накал русофобия сейчас просто невообразимый, конечно. Политики истерят, пеной брыжут, но поверьте, простым жителям Запада уже самим осточертела эта галимая пропаганда про злых русских, поедающих детей и аватаре зла Путине, которого даже Нерал Татеп боится. Многие за рубежом на форумах и в комментариях под роликами прямо говорили, что, мол, мы прекрасно понимаем, почему русским противно в это играть. Нам и самим порой тоже противно. Вот, например, немалое количество западных игроков задела тема с белым фосфором. Это такой киллстрик, который ты можешь применять в сетевой игре. Людей возмутила возможность применять столь зверское в реальном мире оружие, пусть это даже и предлагают сделать лишь в компьютерной игре. Да и не только из-за этого. Американцы вообще в шоке от такой наглой пропаганды. Просто поищите статьи известных людей, которые прямо заявляют, что преступление промашки Америки приписывают России, и это недопустимо. В итоге за такой ни больше ни меньше информационный теракт игра удостоилась обрушения пользовательской оценки на метакритик до невиданных рубежей для серии. 3.2 на момент 15 ноября. Туда ей дорога. Цитирую Википедию. Разработчики из студии Infinity Ward, отвечая на упреки, говорили, что «изображают в игре не какой-то конкретный конфликт, а вымышленный, используя темы за последние 50 лет, события, которые происходят в мире снова и снова, и не стремятся изобразить какую-то сторону, как хорошую или плохую». Конец цитаты. Забавно, да? Но почему-то все эти ужасные события, вина за большую часть которых лежит конкретно на Америке, приписана исключительно русским. Какое невероятное совпадение! Плохие люди есть везде, в любой стране, в любое время. Вас, наверное, удивит, но даже среди солдат и офицеров вермахта иногда находились те, кто не желал марать руки и брать такой грех на душу. И среди советских солдат и командования находились ублюдки вроде Власова, Бандеры, Шухевича и прочие мразоты. Наверняка военных преступлений хватает и сейчас, с обеих сторон. Почему бы не показать это? Почему бы не взять реальные события и просто, например, не заменить имена, названия и через эти события показать хваленую серую мораль, а не тупоебень, что она впаривает всю игру? Да потому что Россия — это зло. И точка. А знаете, почему именно Сирия взята за основу? Потому что именно там Америка обосралась, обломала свои гнилые зубы. Президенты глотку драли, рассказывая, как разорвали нашу экономику в клочья, как наша армия и военная техника смешит весь мир, как конфликт в Сирии скоро будет урегулирован в их пользу, а в итоге они позорно и молча оттуда сдриснули, уступив место сирийцам и России, которая туда была приглашена самой Сирией, в отличие от Америки. Безусловно, даже среди моих зрителей найдутся те, кто скажут «Ну и чё, подумаешь, это же всего лишь игра, это их мнение, их взгляд». Ну да, конечно, ничего особенного. Притом, эти же люди не упускают, как правило, возможности упрекнуть какого-нибудь Соловьёва в пропаганде. А попробуйте просто послать их нахуй, сразу заверещат. Потому что как же так, их ведь нахуй послали. А когда им всю игру говорят, что они, именно они не солдаты наши, а вообще все русские, мрази, свиньи, звери и вообще уничтожить бы нас всех, это ничего, это их мнение. А потом ты закрываешь игру, включаешь зарубежные новости, а там всё то же самое. Включаешь наши неполживые оппозиционные СМИ, ты смотри, опять та же история. Расскажите мне теперь про отсутствие русофобской пропаганды. Да, пропаганда есть и с нашей стороны, но только уж совсем глупый человек будет от чистого сердца отрицать то, что в этом плане они палку давным-давно перегнули. Ну, тогда уж предлагаю не останавливаться на достигнутом и разнообразить геймплей следующей игры серии такой замечательной мини-игрой, как подкидывание младенца в воздух и разрубание его шашкой, как это делали бандеровцы. Или отрезание голов, подобно террористам, надо будет, знаете, так мышкой водить туда-сюда, чтобы голову правильно отрезать. А для разрубания детей можно подключить систему Кинект. Жесть? Да не, не страшно. Главное сказать, что события вымышлены, пустить табличку, что игра не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, а бандеровцев и террористов традиционно заменить на русских. Или давайте СССР вторгнется на территорию вермахта 22 июня 41 года. Пчум бы и нет. Ихидство, ихидство, но если бы не те останки моральных норм, которые еще тлеют в головах западных политиков, то они бы и до такой пропаганды дошли. Некоторые, кстати, доходят. Потому что они не способны нас победить. Они способны лишь нагадить под дверь, как шелудивые псы. И глупо при этом обвинять во всем Infinity Ward. Конечно, никто с них не снимает личной ответственности, но по факту они лишь продукт своего времени. Результат многолетней промывки мозгов, которые позавидовали бы любые жнецы. Ведь даже после всего сказанного найдутся те, кто посчитает, что я не прав. Пропаганда работает. Вон, Логвинов, как всегда, искренне удивляется, мол, а чё тут такого? Все так делают, игра норм, 10-10. А вот так называемые им говноеды из нижних интернетов, то есть мы с вами обычные игроки, вовсю кричат и нос воротят. И это хорошо. Это значит, что уже всех в конец достали своими соплями про злых и мирских русских, значит, что людям не всё равно. И лично я говорю спасибо всем тем, кто осознанно, а не по велению моды, согласен с тем, о чём я говорил битый час. Тем, кто не говорит, что да, мы русские, или ещё лучше, вы русские, именно такие, что, мол, да, всё так и было, это лишь игра и чё вообще разорались. Спасибо тем, кому не плевать на свою страну и свой народ. Остальным же могу пожелать лишь всего хорошего. То, что делают с нами на Западе зло, а плата за верность в служении злу, это то, что тебя сожрут не сразу, а лишь по необходимости. Ну и разумеется, надо попытаться хоть как-то дать оценку игре с технической точки зрения. Игра очень интересная и хорошая, если вы, как я, не играли лет семь, а лучше все двенадцать, или вообще серию в глаза не видели, что, кстати, странно. Ну и если вы вообще не из России, и вас ничто не смущает. Но даже таким людям к середине игры придётся искать дополнительную мотивацию для сохранения интереса к прохождению, ведь это, по сути своей, скучный тир. Красивый, яркий, зрелищный, но скучный. Мультиплеер я не попробовал. Но скажите, вам правда не хватает мультиплеерных игр? Ну а если в вас теплятся хоть какие-то зачатки здравого смысла, вы не будете после просмотра этого ролика покупать игру. Не надо делать этого ради, просто посмотреть и убедиться. Вы лишь окупаете её. А стоит она, кстати, немало, как заправский блокбастер. Запрещать её, как я уже сказал, не надо. Но я считаю, что мы, игроки, должны подобное сознательно бойкотировать и не покупать. Потому что те, кто это продают, искренне не считают нас за людей по умолчанию. Вот это и есть та самая серая мораль. Мы сейчас должны решить, плевать ли нам на себя, на свою страну, на своих близких, продать ли мы свою честь и гордость за десяток часов посредственных пострелушек. Решайте сами. Скажете, Call of Duty это всего лишь игра? Чего ты так возмущаешься? Да. Всего лишь игра. А Майнкамп всего лишь книга. А приказ о военной подсудности в районе Барбаросса, благодаря которому фашистам по факту разрешалось свободно убивать местное население, всего лишь бумажка. Ведь именно так и работает наше сознание. Так им управляют. Непонятно? А всё очень просто. Смотрите внимательно. Это Алекс, американский военный, пожертвовавший собой. Вымышленный персонаж. Ты запомнишь его, потому что он был героем Call of Duty, очень зрелищной и популярной игры. А это Александр Прохоренко, реальная личность, офицер-разведчик, в одиночку выполнявший задания в эпицентре перемещения террористов. Он вызвал в серии огонь на себя, не пожелав сдаться игиловцам, и разменял свою жизнь, жизнь героя, на жизни более сотни мразей и убийц. Тех самых мразей и убийц, какими нас представляет всю игру. Посмертно он награжден орденом, но ты, скорее всего, забудешь его имя уже через сутки, и едва ли в повседневной жизни оно вдруг всплывет в твоем подсознании. Потому что Александр Прохоренко не герой популярной игры. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин